О, Калл! Давно не виделись. А почему украинская полиция в Европе? А почему у тебя нога жирная? Сюда иди! А мы, национальная полиция, у нас приказ найти Алексея Арестовича, который тут... Да, я смотрю, охуенно вы его ищите. Барбекю тут жарите. Мы вообще-то устали, Карлик. Ты хоть раз работал, чтоб судить? Эй, послушай его. Карл, мы для тебя все робим. Вы Украина едина. Мы тебя бережемо от поганых людей. Ну где этот Хернандес? Я его послал за мясом уже час. Мясо, а я перебедий ел. Вообще хуел, да, смотрю? Я для глухих говорю? Нельзя есть. Ух, блядь, ё-моё. Алло, вставай. Уяснил? Ещё раз услышу, что ты ел пельмени, я найду твою крестиночку и выебу её так, что тебе и не снилась, гнида. А если хочешь пельмени, то приноси разрешение на пельмени. Ту би пизда. Би ёбок. Орррва. Что, я выучил французский? Бля, нигде сделан. О-о-о, да, давай! Ой, бля! Бля. Ё-моё. Вот это я въебался, конечно. Ты чуть в меня не попал. Слушай, чел, у меня есть план, который ещё никто не придумывал. Ты охуеешь. Да, а я охуел же от этой твоей штуки, в которую ты в меня чуть не влетел. Ха, чел, ну это ж джетпак, мы ж бета с тобой. Короче, слушай. Я знаю, как нам избавиться от Энпенко, убрать его с нашего пути. Убрать? И как? Для начала прикончить Ваньку. О-о-о, ха-ха-ха-ха, Ваньку. Ты, походу, реально свекнулся. Как мы-то Ваньку уберём? Это проще простого. Смотри, ты делаешь разрешение на пельмени у осла. Ну, чтоб проблем не было. Забиваешь с ними встречу. Тссс. Блядь. Я ж забыл. Секретный чат. Там мы обсудим. Бать, смотри, он пришёл. Привет. Асё? Эй, ты охренел вообще? Чё моего отца оскорбляешь? Ты потише, это у него кликуха. Так что, ты ему поможешь? Ну и нахуй ты пришёл. Разрешение? Разрешение на пельмени? Пельмени много. Тебе какие конкретно разрешения нужны? На какие именно? Я не знаю просто. Домашние пельмени, геркулес, три медведи. Потому что исходя из этого, мы уже с тобой точно понимаем, какие пельмени тебе нужно хавать, а какие нет. Потому что существует, понимаешь, разница великая между пельменями. Например, разрешение на три медведя – 1000 долларов. Разрешение на геркулес – 3000 долларов. И так далее. Понимаешь? Разная наценка существует. Пиздец, ты мне за 400 гривен продал разрешение. А-а-а. Ё-моё, блядь, слушай, а есть ли разрешение на все пельмени? Есть, конечно, но с тебя, я так скажу, 10 тысяч долларов за разрешение на все пельмени. Потому что это, блядь, не ебинное количество пельменей тебе можно хавать. И страна, в которой ты живёшь, переживает просто за твоё здоровье. И чтобы не нести ответственность, ты должен это в аддох. Я покупаю разрешение. Мне ж завод открывать по пельменям в Киеве надо. А ты, бать, будешь первым дегустатором. Попугай тоже будет. Ты принёс её? Ну да, как ты и просил. А ну дай-ка. О-о-о, да, теперь он точно попляшет это. В смысле? Ты не шаришь? Её в багажник ему положил. Она взорвёт его. Машину к ебиням. Стой! А как она? Блядь, ну да. Спасибо мою автору. Мы скоро начнём выдвигаться. Думаю, ему осталось недолго, буквально пару дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА